Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И заканчивая разговор о первом послании апостола Петра, мы обратимся сейчас к последней, пятой главе. Пятая глава очень короткая. Собственно, там всего-то какая-то дюжина стихов. Но, тем не менее, в них содержатся чрезвычайно важные мысли апостола. И начинает он с обращения к пастырям. Эти слова его с первого до пятого стиха. И сегодня тоже в нашем представлении о том, что такое христианское пастырство, важны, и, я бы сказал, тоже довольно странны. Довольно странны. Потому что вот он говорит о пастухах. В сущности, тогда вовсе не было вот этой идеи пастырства, которая характерна для современных христиан, которые представляют себя пастырями, как пастырей, как людей, которые контролируют все мельчайшие движения твоей души, и, значит, их обличают, запрещают, направляют и так далее, и тому подобное. И вообще бдят над тем, что там у тебя в помыслах происходит. Нет, совершенно. Апостол Петр обращается, очевидно, как авторитетным христианам, лидерам христианских общин, и говорит, называет их пастухами. И себя тоже таким же пастухом и свидетелем страданий христовых, и соучастником в славе. «Пасите Божье стадо, которое у вас непринужденно, но охотно и богоугодно». Во-первых, дальше апостол говорит о том, что «пасите Божье стадо негнусной корысти ради». Это не профессия, не способ зарабатывать на жизнь. Ну, в общем, с тех пор прошло почти две тысячи лет, и мы сейчас думаем совершенно не так, как думает апостол Петр. Ну, кто прав? Вообще говоря, довольно понятно, кто прав. Петр не считает это профессией, способом зарабатывать себе на жизнь. Он говорит, «пасите Божье стадо негнусной корысти ради, а из усердия». «И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Понимаете, штука в том, что мы сегодня, ну, большинство из нас сегодня вообще никогда пастуха не видели, но те, кто еще видели, мы привыкли считать, что слово «пастух», «пастырь» означает что-то такое очень срединрусское, имея в виду такое стадо коров в меру грязное, за которым бредет, шатаясь или едет на лошадке, дядечка с длинным кнутом и еще собаками желательно. И когда стадо уклоняется на потраву на барское поле, он этих коровок бьет и заставляет их повернуть в другую сторону. Ну вот, поэтому мы думаем, что когда Петр говорит о пастырях, вот пастухи, что этот самый пастырь должен там нас всех тоже как-то кнутом направлять, когда мы отклоняемся не в ту сторону, вот сковородкой по голове. Нет, Петр совершенно по-другому представляет себе пастырство. Он же иудей, иудей, и там, где он жил в Галилее, там пастут совсем по-другому. Вот как Господь Иисус говорит об этом, то же самое. Там пастух идет впереди и проверяет дорогу, если пойти этим путем, будет это опасно или нет. Если пастух обнаруживает безопасный путь, он зовет своих овец, и, как выражается Господь Иисус, овцы мои знают голос мой и идут за мной, потому что доверяют пастырям. Петр говорит именно об этом, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Подавая пример стаду, и поэтому здесь необходимо доверие, и поэтому пастыри – это те, кто проверяют дорогу и зовут за собой. Зовут, а не гонят кнутом. Это очень важная вещь, понимаете. Многие нестроения в нашей сегодняшней христианской реальности церковной, они происходят именно из-за путаницы, которая у нас появилась именно в этом месте. И Петр связывает это свое пожелание, это свой призыв с общим контекстом послания, говоря, «Вы подчиняйтесь друг другу, потому что так вы смиритесь под крепкую руку Божью». Это выражение вообще встречающееся не так редко в апостольских писаниях не только у Петра, но и у Павла. «Подчиняйтесь или повинуйтесь друг другу, каждый почитает другого больше себя», как выражается Павел. Понимаете, оно очень важно, потому что здесь не идет речь о некоторой такой пирамидальной иерархичности. «Нет, между вами, да не будет так», говорит Господь. Апостолы говорят о таком парадоксальном повиновении друг другу, подчинении друг другу. Каждый не о себе только заботится, но каждый и о других. Вот что значит для апостола смириться под крепкую руку Божью. Он предупреждает своего читателя, что жизнь, вот такая жизнь в этом мире, добродетельная жизнь между язычниками, вещь опасная, она требует трезвости, бодрствования, потому что противник наш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Здесь апостол говорит «противостойте ему твердой верой». И снова нужно вспомнить, что он называет твердой верой не тщательно вызубренные догматические формулировки, а любовь к Иисусу, доверие к Иисусу, потому что в его время нет никаких догматических формулировок, ни одной. Вот, значит, противостоять этому самому рыкающему дьяволу твердой верой, значит, доверяя, доверяя Иисусу, зная, что все мы идем этим трудным путем, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Вот мы все вместе идем этим путем страданий за Христом. И вот поэтому апостол говорит о том, что Бог, призвавший нас в свою славу, сделает нас совершенными, укрепит, что мы в руке Божьей, как выразился бы в другом месте апостол Павел. И в заключение, в последних строках Петр говорит, это я написал вам коротко через Силуана, чтобы вас уверить, утешить и свидетельствовать о благодати Божьей. Уверить, утешить и свидетельствовать о благодати. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова